Всем привет! С вами Готика, с вами Сократочка. С выходом каждого обновления, будь то самогонщики или промысла на фронтире, которые нам добавили три основные роли, каждый раз выходят какие-то новые баги, новые ошибки. И это обновление стало не исключением. Исходя из того, что старые баги фиксятся и появляются новые, иногда время от времени появляются и вроде старозабытые баги. В этом видеоролике мы с вами поговорим про основные баги, которые были и которые устранили, про те, которые были, их устранили и они появились снова, либо про те, которые появились снова и мы нашли пути их решения. А также о других багах сообщайте нам под этим роликом и если вы нашли способ их решения, делитесь им, для того, чтобы другим зрителям было проще как-то определиться и решить свою проблему. Исправление старых багов и подвоз новых в обновлении. Самым первым хотелось бы отметить, что ежедневные задания теперь работают и засчитываются по-другому. Набрать вы можете максимум 11 золотых слитков, как и раньше, но система теперь немного другая. Общие 7 ежедневных заданий делаются, как и раньше. При выполнении всех вы получите бонус в полтора золотых слитка и итого 5 золотых слитков за общие. Из заданий роли вы можете сделать максимум 9 штук из 15 доступных, при условии прокачки всех ролей до 20 уровня. Как только вы выполните 9 заданий роли, остальные 6 заблокируются. За выполнение 9 заданий теперь вы тоже получите бонус в полтора золотых слитка. Итого за ежедневные задания роли можно получить максимум 6 слитков. Поэтому выбирайте самые простые ежедневные задания роли для вас. Хорошо то, что теперь можно не выполнять некоторые задания, которые вам не нравятся и требуют много времени. Например, такое задание самогонщика, как выполнить 2 сюжетных миссии. Во-вторых, хотелось бы сказать, что наконец-то пофиксили бак с невозможностью удалять людей из отряда, которые у вас не в друзьях. Теперь их можно найти и удалить в меню «Л», «Отряд», «Члены отряда», «Все участники отряда». Для этого нужно нажать в «Просмотре членов отряда» кнопку «Е». Идем дальше. Теперь появился новый бак с лошадью. Лошадь не прибегает на свист, если находится далеко. Лечится тем, что нужно вызвать новую лошадь через меню «Л», «Конюшня», «Лошади». Также стоит заметить, что теперь часто возникает черный экран при загрузке миссии «Крипсы» или «Легендарных животных». Лечится, как и раньше, прыгнуть через кнопку «Холм» на друга и отменить присоединение. У некоторых игроков зависает игра при нажатии кнопок «Альт» и «Тап» для перехода в другое окно. Лечится нажатием «Альт-Энтер» либо поставить игру в настройках в оконный режим. Теперь также не делаются скриншоты в полноэкранном режиме. Лечение измените настройки игры на оконный режим. Хотелось бы рассказать о новом баге с транспортом. Ваши телеги не вызываются. Лечится перезаходом в сессию и вызовом ее в лагере. Также баг с бутлегерством не добавляется ароматизатор. Перезаход в другую сессию или игру не помогает. Помогает переставить хижину самогонщика на другое место. В некоторых случаях отображается тогда, когда самогон полностью приготовится. В случае с крепким самогоном через 48 минут. В новом обновлении замечено, что быстрее заканчивается выносливость и быстрее изнашивается оружие. Для того, чтобы оружие не изнашивалось так быстро из-за этого обновления, купите амулет у Гасса. Видимо, это сделано, чтобы сохранялся баланс. Также исправили баг со второй кобурой. На свободном режиме и в противоборствах. Теперь можно использовать два личных оружия. Теперь зимняя одежда в жаркую погоду быстрее отнимает здоровье. Носите правильную одежду под определенную погоду. Если вас выкидывает на рабочий стол во время захода в игру, то удалите локальный профиль в Рокстаре. Потом он заново загрузится и все будет хорошо. И, наконец-то, починили баг с котлом Крипса в лагере. Теперь члены вашего отряда могут делать любое рагу, находясь в вашем отряде. А теперь переходим к самому интересному. Как новое обновление Red Dead Online повлияло на интерактивную карту с коллекционными предметами RDR2 Collector's Maps от Дженробки? Стоит отметить, что обновление Naturalist для Red Dead Online повлияло на некоторые аспекты интерактивной карты коллекционера, вследствие чего подходить к работе с ней теперь нужно немного по-другому. Создатели карты рассказали, что для них и их карта изменилась после выхода обновления. Пройдемся по самым заметным и важным изменениям. Окаменелости. В RDR2 был добавлен новый набор коллекционных предметов в виде окаменелостей. На данный момент его сбором могут заняться лишь игроки на PS4, но в скором времени к ним присоединятся и другие платформы. Рандомизация. Теперь нельзя определить, в каком месте находится какой предмет. Rockstar решил ввести рандомизацию в этот аспект роли коллекционера. Изменениям подверглись наконечники стрел, монеты, большая часть драгоценностей, некоторые реликвии и новый набор окаменелостей. Карты, бутылки и цветы изменениям не подверглись. Проще говоря, вы больше не сможете выбить тот или иной набор коллекционных предметов в течение суток из-за рандомизации. Бесполезны ли в таком случае интерактивные карты? Нет. На ней все еще можно посмотреть все места спавна предметов, но вот какой конкретно предмет вы получите, увы, нет. Внутриигровые карты. К сожалению, подобные карты полезнее очевидно не стали. Верно с их помощью можно найти место, но они не гарантируют получение нужного предмета. Почему игра до сих пор не рассказывает об этом, казалось бы, чрезвычайном важном факте игроку, непонятно. Полезность внутриигровых карт все еще под сомнением. Циклы. Как и ожидалось, Rockstar снова изменили работу циклов. Тем не менее, команда, ответственная за разработку интерактивной карты, утверждает, что они все еще без проблем могут определять дневные циклы для коллекционных предметов. Правда, на это теперь будет уходить немного больше времени. Спасибо огромное нашим спонсорам. Вовке СПБ, Алексею Котову, Анастасии Морс, Виктору Попову, Котик Некст, а также другим спонсорам, которые поддерживают наш канал. Им можешь стать и ты всего от 49 рублей в месяц. Заходи в наш Дискорд, подписывайся на канал, ставь лайки. Сократ их очень любит. Сократ их очень любит.